Ну что, друзья, спасибо, что вы пришли. Сегодня я постараюсь вам рассказать все, что я увидел в Голландии и вообще, чего я там был. Отвечу на ваши вопросы. Мне самому интересно поделиться этим опытом, потому что он, я считаю, есть уникальный, исходя из самой цели поездки. Поездка у нас началась, ну, сразу фото из Киева. То есть я готовился ехать в Голландию, чтобы меня было сразу легко определить, как украинца. То есть желтая футболка и синяя сумочка, голубая. Значит, мы были в Голландии по программе Xiaomi. Это программа, методика, навчальная программа профессионального взрастания, которая проводится в рамках программы поддержки USA. Вот советую сразу всем использовать эту возможность. Сайт называется ptpseume.ua. Значит, вы потом, да, вы потом запрос не пришлите, я вам скажу. Потом подойдете, сделайте фото или еще как-то, я вам подскажу на сайте. Значит, это программы, которые направлены на подготовку экспертов с Украины по определенным направлениям деятельности. Образовательная, экономика, медицина, культура и другие. Фактически это программы обмена опытом. Собираются 10 лучших экспертов со всей Украины. И они обучаются экспертом из других стран, где передается мировой опыт. У нас было 10 представителей со всей Украины. С Харькова один представитель, который включало 4 представителя органов государственной области. Это была государственная служба регуляторная, институт национальных исследований, стратегических исследований. Один был помощник депутата Кужин и национальная академия державного управления президентом Украины. Остальные представители были 5 представителей бизнес-ассоциаций. Винница, Харьков, Киев, Сумы, Ивано-Франковск и одно негосударственное СМИ. Программа нашего учения называлась уменьшение административного тиска на микро, малый и средний бизнес. Ну, сразу расскажу, полетели мы хорошо. У нас летели на компании KLM. Очень комфортабельный лайнер. Не знаю, кто-то был в последнее время на Барисполе. Конечно, огромный аэропорт сейчас построили, просто огромнейший. И там... По сравнению с одним терминалом, да. Да, да. То есть, на самом деле, для того, чтобы пройти регистрацию, мы приехали за 2 часа, потому что нужно было пройти много терминалов. Но когда я попал в Схип-Холл, Амстердам, я понял, что бывает аэропорта еще больше. В размере. Потому что мы выходили только из Схип-Холла, по-моему, 30 минут. Только пешком выходили до места выдачи багажа. Вот. Летели мы на высоте 40 тысяч футов, 12,5 тысяч метров. Ну, средняя скорость к рейсска 750-850 километров в час. Кто последнее время летал на самолетах, он представляет, что это такое. За портовой на 49, расстояние 1600 километров. Очень комфортные условия полета, я вам скажу. То есть, дают покушать, выпить вина, что есть уже хорошим моментом. Так, а как отсюда выйти опять? Кто мне подскажет? А, ради. Ну, нужно отыграть карточку назад. Назад. Может, все-таки конкурс включить? Это не масштабирует. Не масштабирует? Фотки, он видит, чтобы на весь экран лучше на комплекте. Да, абсолютно. Здесь они есть? Есть. Отлично. Я пока буду рассказывать. Значит, конечно же, главной целью поездки было обучение. И если изначально мы ехали туда просто потому, что это было приятно, когда тебе практически компенсируют все затраты. Но попав уже в саму Голландию на обучение, мы поняли, что это еще и невероятно полезно. Потому что фактически цель нашей поездки была основная. Это все-таки приобретение европейского опыта в той сфере, с которой я сказал. Это программа... Сейчас я вот сюда открою папочку. Да, где-то где-то, где-то на ногу было на компьютере. Воттердам. Значит, мы прилетели, конечно же, отлично, без каких-либо эксцессов. Все было хорошо. Значит, мы... Нас сразу передали в руки консалтинговой компании, которая называется ЭКОРИС, и которая, в принципе, была ее главная задача, это наше обучение. Вот. О, замечательно. Компания ЭКОРИС, это наша команда. Значит, эта компания существует с 29-го года, и она является одной из компаний, которая занимается тем же, чем занимается большая четверка. Знаете такие консалтинговые компании? Аудиторские. Знаете? Ну, четверка больших компаний. Фактически ЭКОРИС представляет компанию с той же сферы деятельности, с одной поправкой. У них немножко узконаправленная деятельность, и они занимаются конкретно консультированием, помощью правительствам Европы, в частности Голландии, Великобритании, в консультировании, в создании программ, которые позволяют развивать разные направления государственной деятельности. Это экономика, это культура, то есть они работают по всем направлениям, и у них на сегодняшний день имеются представительства представительства в большинстве странах, развивающихся и европейских. Даже в Москве есть. В Украине пока, к сожалению, такого представительства нет. Обучение очень понравилось. Основная цель обучения – это передача нам европейского опыта, администрирование нагрузки на малый и средний микробизнес. Более того, мы когда попали туда, мы поняли еще одну очень интересную вещь. В программе у нас действительно упоминается только микро, малый и средний бизнес, а вот у них методика еще предполагает изучение нагрузки и на граждан. То есть нагрузка административная, которую несут не только малый бизнес, но и граждане в связи с сведением какого-либо законодательства, либо регуляторного акта. Фактически нам эта методика была передана в руки полностью, вплоть до Excel-таблицы, которая рассчитывает всю эту нагрузку. И нас обучали ею пользоваться. Мы узнали одну очень интересную вещь. Когда нам рассказывают о том, что есть некий европейский опыт, который нужно перенимать, в том числе европейские реформы, то либо не знают, либо не упоминают намеренно о том, что перед тем, как вводить какое-либо законодательство, закон либо регуляторный акт, во всей Европе, во всех странах есть методика оценки административной нагрузки на малый бизнес и граждан, которая исчисляется фактически в деньгах. Если правительство, посчитав эту нагрузку, видит, что она существенно заметна, например, 300 миллионов евро в год, то орган, который принимает нормативно-правовый акт, обязан предложить компенсаторный механизм. Самый яркий пример – это форма 4 по бенефициарам, которые у нас убивались в мае месяце в регистрационной палате и, например, хассовый аппарат и РМО. Никто никогда не считал, какая административная нагрузка на самом деле будет на бизнес в результате принятия этих регуляторных актов, нормативных актов. У нас, к сожалению, все законы, которые пишутся, если вы откроете проект закона, в его описательной части, обрунтовании написано, что ни ярких додатковых выброс бюджета не потребно. Из бюджета. Но никто не говорит и не рассчитывает, какая же нагрузка будет на самом деле на малый и средний бизнес, микробизнес и самих граждан. Очень интересная табличка – это как раз каким образом лоббируются интересы малого и среднего бизнеса одной из бизнес-ассоциаций «Метал Юнг» голландской. Мы потом отдельно на ней остановимся. Значит, каким образом происходит регулирование этого процесса? В 2000 году в Европе была запущена эта программа контроля за административной нагрузкой на малой и средней бизнесе граждан, которая была полностью запущена в 2002 году. То есть в 2000 году она запущена была в пилотном режиме, с 2002 года она работает постоянно. Значит, главной целью этой программы было снижение каждые 4 года административной нагрузки на малый и средний бизнес и граждан в размере 25% от имеющейся. Как правило, годовая нагрузка административно на малый и средний бизнес и граждан составляет в Евросоюзе до 3% от ВВП. На самом деле это очень большая цифра. Если, например, в Голландии за последние 3 года эта нагрузка была снижена на 2,5 миллиарда евро, это посчитайте при 16 миллионах населения, насколько меньше стали затраты предпринимателей и граждан, которые не несут в связи с неподдимостью соблюдать законодательство. Кроме того, что эту методику обязаны использовать все министерства и органы местной власти, в 2000 году была создана структура, которая называется ОКТАВ. Это аналог нашего дешевых проявлений, теперь регуляторной службы, но она немножечко имеет другие цели и немножко по-другому работает. Значит, эта структура была создана в 2000 году как временная, и она до сих пор существует как временная. И у нее работа расписана до 2017 года. Эта структура ОКТАВ имеет в своем составе всего-навсего 12 экспертов на 16-миллионную страну. Она финансируется из бюджета государства, но при этом эта структура не является подотчетной к кабинету министров. При этом эта структура влияет на все законодательные акты, которые принимаются кабинетом министра. И ни один законодательный акт без экспертизы ОКТАВ не принимается, что немаловажно. При этом структура, методика, о которой мы говорим о просчете административного давления на малый и средний бизнес, она сначала должна быть использована госслужащим в составе, например, министерства, которое рассчитывает на эту нагрузку. Потом они должны представить свои компенсаторные механизмы для ее снижения. После этого эту экспертизу проводит ОКТАВ. ОКТАВ может вернуть экспертизу, вернуть заключение по закону как негативное для обратного министерства. Очень интересная вещь. Мы были в этом ОКТАВе и мы задали вопрос голландцам. Находится, кстати, в живописном месте Гаги. Это улица от принцессы Беатрикс. Самый интересный момент. Мы задавали два раза вопрос. Сначала у экспертов Экориса, а потом в самом министерстве. Скажите, пожалуйста, можете ли вы нам предоставить закон, которым использование этой методики было введено? Сначала Экорис не мог ответить нам на этот вопрос. Абсолютно. Ни один эксперт. Потом такой же вопрос мы задавали в министерстве замминистра. Он тоже не смог ответить на этот вопрос. Они задали нам вопрос в ответ. Скажите, пожалуйста, зачем вам это нужно? Мы возьмем ваш закон на голландском море, переведем на украинскую и потребуем, чтобы ее прийти в Верховную Раду. А он говорит, у нас такого закона не существует. Мы спросили, а каким образом тогда министерство обязано дополнять эту экспертизу? Он сказал, очень просто. В начале 2000-х годов премьер-министр дал распоряжение каждому министерству они обязаны использовать. Просто на основании распоряжения. Никакого закона на самом деле не существует. Но очень интересная вещь. Когда мы спросили, хорошо, если, например, вот эта экспертная структура Октала даст негативное заключение по закону и оно вам его вернет, как вы обязаны отреагировать? На что министерство за министра мы в принципе можем и не реагировать. В принципе можем и не реагировать. Нас ничего не обязывает реагировать. Но один маленький нюанс. Октал имеет такой авторитет, что им достаточно в СМИ выкинуть статью негативную по данному министерству. И это может повлечь к снятию министра, то есть к его отставке. То есть у Октала на самом деле нету, они не подчиняются никакому конкретному закону, либо министерство не подчиняется какому-то конкретному закону, который они должны выполнять, чтобы учитывать пожелания Октала. Но при этом Октал абсолютно стоит на стороне бизнеса и граждан обычных. И как правило все их замечания всегда учитываются. Более того они приняли для себя решение в последнее время, что они не рассматривают экспертизу законов, которые несут маленькую нагрузку, потому что такие законы как правило пишутся изначально качественно и эти компенсатные механизмы всегда учитываются. Здесь же в ГАГе мы были, нас познакомили со структурой, которая называется Голландско-Украинский Совет Поддержки Торговки. Это общественное объединение, которое существует за счет взносов компаний. В его структуре всего три человека. В их функции входит поддержка развития торговых связей с Украиной, между украинскими и голландскими компаниями. Они создают торговое представительство в городах Украины. Такое торговое представительство есть в Киеве, например нету в Харькове. И на мой вопрос хотите ли вы создать, они скажут в принципе мы готовы. Они очень заинтересованы. Более того, мы пригласили их сразу на все бизнес-форумы. Мы сказали, что мы будем вас приглашать на все бизнес-форумы в городе Харькове. Они с удовольствием готовы приезжать. Они готовы приезжать не сами с компаниями голландскими. Голландские компании заинтересованы продавать свои товары какое-то производство здесь, потому что все понимают, что на сегодняшний день в Украине очень дешевая рабочая сила. Поэтому этот контакт был очень интересен. Министерство экономических дел называется Голландия. министерство не экономики, а министерство экономических дел. Если взять сравнение министерства в Голландии и в Украине, то вы знаете, есть очень серьезное различие. Министерства в Голландии они какие-то все маленькие незаметные. То есть нету каких-то папозных зданий за исключением Министерства иностранных дел. Оно находится в очень таком вычурном здании современной постройки. Все остальные находятся в абсолютно неприметных зданиях. Их выделяют только вот такие таблички, тоже неприметные кстати, нигде золото ничего не написано. И обязательно флаг Голландии и флаг Королев. Иногда вывешивают флаг в провинции. То есть все у них достаточно рационально. возле министерства мы видели возле кабинета премьер-министра самую дорогую машину это BMW какой-то там серии я в них не очень разбираюсь потому что не езжу на BMW и возле министерства экономических дел. Возле всех остальных министерств какого-то огромного штата автомобилей не видно. Ни разу мы не видели, хотя это возможно связано с инфраструктурой Голландии, о которой мы тоже поговорим. Работали мы очень плодотворно в результате нашей работы обучения нашего. Значит в ГАГе был подписан меморандум между членами нашей группы где мы договорились о начале разработки стратегии для Украины для Украины по снижению административного давления на малый и средний бизнес на 25% на ближайшие 3 года. Почему не 4 года я наставил за 2 года сказали за 2 года мы не успеем я искренне убежден что на самом деле у нас нагрузка бешеная я думаю даже за первый год мы сможем быстренько снизить на 15% если устраним многие административные барьеры от организаторов нашего обучения было такое же требование то есть мы должны через 6 месяцев предоставить презентовать внедорожную карту для профильных комитетов и комитета министров программы снижения административного давления на малый и средний бизнес то есть внедрить ту программу которая нам была передана полностью и которая будет поддержана международными донорами для ее внедрения очень интересный момент это принцип once only в котором нам тоже рассказали в чем он заключается в принципе он виден на экране то есть любой бизнес любой гражданин единожды предоставит свои данные государственному органу больше никогда этих данных не предоставляет ни в каких случаях то есть если нужны ваши паспортные данные ваши налоговые регистрации пенсионная регистрация что там еще если вы давали данные по группе крови еще чего-то все эти данные есть в едином государственном реестре если какому-то государственному органу нужно получить ваши данные он их запрашивает либо в электронном реестре либо в том государственном органе в котором эти данные находятся вы никогда больше ничего не предоставляете вы имеете полное право отказаться в предоставлении дополнительной информации если она была уже предоставлена более того там каждый чиновник несет ответственность за за запрос информации которая уже имеется у государства эта программа ван сонли была внедрена уже лет 10 назад и все органы государственной власти ее строго придерживаются то есть представьте вот мы куда-то что-то идем регистрировать повторно у нас опять запрашивают паспорт код что там еще еще чего-то регистрацию писать вы вносите опять по новой вносите эти данные в карточку идете регистрировать фирму в Европе эта программа работает во всех европейских странах и это та методика которую мы можем спокойно взять и перенять далее в Гаге мы также были в компании металл юни это бизнес ассоциация голландских металлистов ну металлистов кто работает с металлом где нам рассказывали о том каким образом бизнес ассоциация ставит интересы своих членов и лоббирует их очень интересный момент в Голландии не имеют крупных металлургических предприятий это мы все знаем там всего 16 миллионов населения бизнес ассоциации металл юни состоит 400 тысяч членов то есть любой фермер который клепает заклепки на комбайны и продает он является членом этой бизнес ассоциации то есть один который не имеет наемного труда является членом долг крупных компаний которые занимаются производством например замчастей на комбайне эта культура в Европе Голландия привита везде то есть культура членства бизнес ассоциаций 400 тысяч членов самый маленький членский взнос для микробизнеса в отдаленном селе 300 евро в год для крупных компаний это 4000 евро в год членские взносы позволяют полностью бизнес ассоциации содержать персонал который предоставляет юридическую помощь бесплатно членам ассоциаций в любой точке Голландии где бы вы ни находились абсолютно в любой кроме этого эта бизнес ассоциация является вторым фактором как и октала который стоит на стороне бизнеса и они четко контролируют все принимаемые законы и реагируют очень быстро вплоть до звонка премьер-министру либо министру соответствующего министерства для того чтобы упредить заранее сразу те то нагрузку которая может появиться на их членов ассоциации очень интересная ассоциация нам сделали очень обширную презентацию почти полдня причем в презентации участвует президент финансовый директор директор юридического департамента в общем много очень других принцип опять же второй принцип который существует в Европе и в Голландии прежде всего думай о маленьких то есть любое законодательство принимаемое любая государственная политика в первую очередь учитывает интересы малого микробизнеса и только потом уже в последнюю очередь крупного в отличие от нас то есть у нас все наоборот с ног на ногу сначала думают крупные потом думают о маленьких как там выживут маленькие поэтому если вы зададите мне вопрос есть ли там единый налог там действительно есть налог 6% это было видно я специально когда покупал какие-то товары я брал чеки значит у них есть общая система где в чеке стоит 21% налога и маленький магазинчик в центре Амстердама где продавали сыры именно в сувернирной упаковке 6% там налога да вот то есть принцип в первую очередь думайте о маленьких у них как говорится действуют на территории всей Европы кстати найдите на фотографии голландца улыбаются 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 они все улыбаются насколько мы фотографировались у них улыбка самая широкая вот нас угостили пивом их традиционным амстером кстати у них бокалы в отличие от нас маленькие 200-220 град они не могут много пить сразу вот значит думают о маленьких а? я маленький да 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 они в первую очередь думают о маленьких вот тоже голландец сразу видит человек улыбается это вице-президент металлеви а рядом а рядом наш да рядом наш ты уже сразу видно ты сказал что мы такими локоть ем да мы говорили вот это мы находились в Актале в Гааке кстати находятся они рядом с центральным вокзалом то есть уровень финансирования этой структуры достаточно серьезный находится в одном из самых дорогих бизнес-центров то есть нам сразу говорили что это дорогое место в центре Гааке возле центрального вокзала очень приличный офис ну там вообще все офисы приличные вот поэтому нас везде кормили поили печеньки кофе-брейки все остальное замминистра Министерства экономических дел Марк Брессерц он вот рассказывал о политике контроля регуляторной политики в Главии вот очень интересная презентация то есть действительно насколько все завязано на бизнесе то есть любая презентация начинается с того что они рассказывают каким образом они учитывают интересы бизнеса и это в них все как говорится во всех государствах за программ вот здесь мы вручали наши сувениры украинские то есть вышиванки магнитики на традиционные на холодильник вышиванки как вы с размерами угадывали вышиванки мы не угадывали с размерами мы понимали что они там поделятся кстати этот день когда мы были этот день вышиванки был к сожалению я свою вышиванку не взял но наши ребята были с вышиванки вот мы подписываем меморандум ГАГСКИЙ как мы его назвали по поводу снижения административного давления прямо в министерстве экономических дел Голландии замминистра был свидетелем мы попросили его заверить прописи он сказал у меня нету таких полномочек надо было заранее с министром уточнять вот какие еще интересные моменты по поддержке бизнеса в Голландии первое интернет площадки в Голландии существует несколько интернет площадок которые финансируются из бюджета одна из площадок это форум предпринимателей который был создан самими предпринимателями но финансируется то есть хостинг продвижение администрирования из госбюджета значит количество заходов там чтобы не совать 3 миллиона 600 тысяч по-моему в месяц сейчас быстро найду быстро найду быстро найду 3 миллиона 600 тысяч за сколько же это будет статистика 4 миллиона 300 тысяч миллионов визитов в год это портал который которым заинтересовано правительство Голландии почему они там мониторят проблемы бизнеса то есть они видят о чем бизнес говорит на какие темы что им болит и они очень быстро реагируют на это поэтому они из государственного бюджета платят за этот портал второй портал который у них существует это Асфальпо-бизнес где любой бизнесмен может подписаться получать рассылку и ответы на те вопросы которые задают бизнес тоже то есть вы заходите туда там по направлению ведения бизнеса по направлению министерств можно задать ответ конкретный на который вы получите вернее вопрос на который вы получите ответ вы можете подписаться на рассылку все вопросы и все ответы будете получать по тому сектору который вас интересует сайт тоже финансируется правительством Голландии и третий сайт который называется новая законодательность тоже специально для предпринимателей подписавшись на него вы будете оперативно получать все изменения законодательства именно в том виде в котором интересует бизнес не как профессиональный бизнесмен то есть эти все три портала финансируются из бюджета государства каким образом было регулирован вопрос например с административными услугами вот кто-нибудь знает сколько у нас административных видов административных услуг в Украине существует наверное тысячи видов правительство Голландии утвердило 16 видов стандартов административных действий их всего 16 никаких других не может и каждый предприниматель знает эти действия далее очень интересный момент у них разрешения которые выдаются они все выдаются как правило на уровне местной масти то есть мэрии в любой мэрии любой предприниматель получает всего один доступ одно разрешение никаких других он не получает но в этом разрешении дается разрешение на все там если взять например в нашем примере МЧС санэпидстанция экология там ну все что возможно то есть вы получаете разрешение только один раз сразу на все и вы не обязаны его продлить срок действия у него постоянно таким образом вы минимизируете полностью свои затраты на время на потерянное время там элементарно купить билет на метро съездить сдать получить это разрешение далее что еще интересно да интересная программа которую нам рассказывали это программа поддержки молодых фермеров очень интересная программа потому что она распространяется как ни страны и на Украину они изучают потребности молодых фермеров именно молодых фермеров для того чтобы потом поддерживать их как материально так и с точки зрения консультации и в принципе эту программу пока что у нас в Украине не очень хорошо известна но она очень мощная в Европе на самом деле и например она сейчас очень серьезно работает в Грузии и в Молдавии в Украине она пока что мало кому известно даже мы об этом не знаем какие вопросы решает эта программа это доступность земель это деньги кредиты то есть то что нужно бизнесу и квалифицированная рабочая сила это три основных направления которые потом дальше делятся на более мелкие используется в рамках этой программы имеющихся анализ результатов обмена и изучения развития сельхозпредприятий 22 стран Европы то есть фактически таким образом этот опыт Европы передается в другие страны пока что у нас к сожалению это очень слабо идет а ну здесь я получаю диплом пикариса как первый выпускник этой программы с отличием поэтому первым так что еще по этому направлению давайте мы перейдем тогда будут вопросы я наверное перейду к другим направлениям интересным о которых я бы хотел рассказать давайте теперь поговорим наверное о Голаре это интересно итак с чего начать инфраструктура это самое интересное о чем хочется рассказать просто как говорится вынос моза полнейший и окончательный на дорогах между крупными городами в Гаваде вообще между городами абсолютно отсутствуют перекрестки вот их в принципе нет хранится или перекрестки перекрестка но нету там перекрестка все идет в развязку мосты подземные переходы подземные путепроводы когда мы переезжали из Роттердама в Гагу из Гаги в Роттердам из Роттердама в Амстердам то есть водитель который нас вез он выезжал за город ставил педаль ногу на педаль газа и 130 км в час без остановки ехал до Роттердама ну и населенных пунктов соответственно что ли? а? и населенных пунктов нету то есть да нету там все вынесено то есть автобан идет конкретно от Роттердама до Гаги есть съезды на маленькие города если пересекаются где-то дороги это путепроводы либо над дорогой либо под дорогой все касаемо и электрички тоже таким же образом то есть это конечно поразило очень сильно потому что такая скорость передвижения между городами но она ну в Украине просто невозможно пока что не объяснила все направления расписаны даже будучи жителем например Украины на автомобиле вы никогда не заблудитесь все расписано съезды повороты направления трассы все это есть можно ехать спокойно и не бояться где-то заблудиться вот пожалуйста самый яркий пример да где-то должно быть пересечение его нету есть мост съезды далее следующая инфраструктура которая очень сильно поразила это железнодорожное метро и трамвай я к сожалению не понял разницу между трамваями и метро в Голландии по одной простой причине потому что у них то на чем мы ездили в Роттердаме называется метролайн чем отличается метролайн от трамвая он как правило когда большая свою часть дороги проходит под землей вот поэтому ездит очень быстро и никаких препятствий движений не состоит да там конечно есть трамвай который ездит как мы привыкли но вот метролайн что-то среднее между трамваем и метро хотя там и метро есть в некоторых городах просто метро чем отличается оно больше вагонов если физически вот и оно четко уже как наше метро под землю то есть оно не те практически на поверхность земли не выходит за исключением там приезда через каналы или по речке значит сообщение между городами и внутри городов есть электрички которые ездят интервал движения электрички 3-5 минут вот если вы посмотрите это типичный вокзал Роттердама там на перронах людей нет просто нету потому что человек знает четко когда приходит электричка он пришел сел и уехал она никогда не задерживается везде есть табло которое информирует когда во сколько придет электричка куда она идет и в каких пунктах она останавливается вот поэтому там несколько видов электричек есть это экспресс это есть какое-то битиеватое название их разница заключается только в комфорте ну как они все комфортны просто экспресс немножко менее комфортен вернее не экспресс спринтер менее комфортен чем двухэтажка то есть спринтер это одноэтажная электричка и двухэтажная электричка все они угородованный Wi-Fi, абсолютно бесплатный, высокой скоростной, которым можно пользоваться. Поэтому то, что поразило это сообщение между городами электричек, причем, кстати, я не увидел там традиционных поездов, которые мы привыкли, купеных, плацкартных нет. Потому что если вы едете от города до города там 30 минут, то в принципе вам ни купе, ни плацкарт не нужно. Сколько там признаваний? Сколько-то признаваний. Сколько-то признаваний, да. Кстати, за три недели можно прыгать на велосипеде. Вот, вот обработка по полуэнфраструктуру, это улочки Гааги, где мы были. Буду тогда попутно рассказывать и об этом. Значит, Гаага это резиденция короля. Если Амстердам это столица, то Гаага это резиденция короля. Несколько лет назад, может быть пару, я не могу ошибаться, короля Берликс отреклась от престола, ушла на покой. И там сейчас, там конституционная монархия, и там на престоле сейчас король. Его резиденция находится в Гааге. Вот, она, ну, четко выделяется. То есть, типичный творец короля с золотыми венцелями, флаг оранжевый, почему основные, одни из основных цветов оранжевого, это флаг короля Голландии, он оранжевый. Вот. Вот инфраструктура. Значит, электромобили и гибридные автомобили. Мы взяли одну автостоянку, просто для интереса, и посмотрели, прошли, сколько там находится автомобилей, которые ездят не только на бензине. 30% это либо гибриды, либо электромобили. То есть, достаточно большой процент, очень большой процент. И там это очень распространено. Где-то дальше будет фото, где вы видите, прямо на улице стоит автомобиль, подзаряжается. Вот это резиденция короля в Гааге. То есть, типичный королевский дворец. На самом деле, он недостаточно большой, всего-навсего двухэтажный. То есть, не такой, как он у нас в Санкт-Петербурге. Мы там выстроим целый квартал. Маленький дворец. Там на флагштоке не видно рейд-флаг короля Голландии. Если на флагштоке есть флаг, значит, король Голландии находится на своем рабочем месте. Очень интересная архитектура. Значит, основная религия в Голландии – это кальвинизм и католичество. Причем, очень интересный момент. Все церкви, которые мы видели, они практически наполовину рабочие. То есть, как нам объясняли экскурсоводы, Голландия не сильно верующая страна. То есть, люди там верующие, но не сильно посещают церкви. Поэтому большая часть церквей сдается в аренду для проведения банкетов, праздников, свадьб, концертов. И там, в принципе, это абсолютно нормальная практика. Причем, когда мы были в Гаге, там одна из самых больших церквей, в это время там как раз вешали большой банок, что приезжает какая-то голландская группа выступать. Мы переспросили, это церковь? Да, церковь. А что там? Там будет концерт. Все нормально? Это обычно, это нормально. Не обращайте внимания. Вот инфраструктура. Основной вид транспорта в Голландии – велосипед. Велосипедист на дороге имеет преимущество даже перед пешеходом. Если вы зазевались и заходили на пешеходную дорожку, она есть везде, то велосипедист останавливаться не будет, и он может вас сбить. Я два раза чуть не попал в первые дни, но потом я стал смотреть на велосипедную дорожку. Конечно же, они подчиняются правилам дорожного движения и на красный свет не едут, но пешеход на велосипедной дорожке находиться не должен. Перешел и пошел по своим делам. Иначе велосипедист вас сможет сбить. Значит, количество велосипедов на душу населения превышает один, потому что очень много велосипедов бесхозных. То есть вы едете в какой-то город, приехали туда, вам надо по делам ездить по городу. Вы покупаете себе велосипед и ездите на велосипеде. Потом вы уезжаете из города, поставили его на стоянку, там, где велосипеды могут стоять. Стоянки есть везде. Есть большие стоянки, где велосипедов до двух с половиной тысяч. Есть стоянки вдоль просто дороги, где есть дуги, в которые можно пристегнуть велосипед. Так вот, вы когда уезжаете с этого города, голландец, это мы так поняли по сути происходящего, он оставляет велосипед на следующий случай, если он сюда приедет. Но он может о нем забыть. И тогда велосипед стоит достаточно долгое время. Это на сегодняшний день уже стало проблемой в Голландии. И полицейские ездят, отслеживают бесхозные велосипеды, на них вешается бирка такая красная, которую очень трудно сорвать, на которой говорится о том, что велосипед там с такого-то времени не используется. Я спрашивал у гида, а что дальше происходит с этими велосипедами? Он говорит, мы пока не понимаем, что с ними делать. Но в принципе у нас уже есть случай, когда люди просто срезают замок с такой велосипеда и пользуются сами. У нас там сразу возникла, кстати, интересная мысль, это создать там компанию голландско-украинскую. Срезать такие велосипеды, привозить сюда, ремонтировать и продавать. То есть сразу бизнес-идея родилась. Что еще происходит с велосипедами? Инфраструктура. Типичный вокзал, у людей нет. То есть люди выходят на перрон по приходу электрички. Вот через 2 минуты электрички люди появились. Кстати, стоимость билета в Голландии вы оплачиваете от места, где вы садитесь в электричку, до места, где вы выходите. При этом маршрут следования не важен. Вы можете, где-нибудь там, например, между Роттердамом и Гагой, был интересный город Делфт. Если вы выходите в Делфте и не прошли через сканер, там единая карта, кстати, для всех проездов. Траваи, метро, электрички, весь транспорт. То есть вы пополняете туда, там 20 евро кинули, и проезд стоит от 2 до 4 евро. В зависимости от того, куда вы. 6 евро может быть на электричке. Вот. То есть вы могли купить билет там 4 гривны до какого-то пункта и обратно, но потом по ошибке вышли на другой станции, но не прошли через сканер. Вы можете вернуться, вернуться на вашу линию, которая вам нужна, и доехать до пункта назначения. Дополнительно денег вы никаких не платите. То есть оплачиваете от точки до точки. Маршрут следования абсолютно не важен, если вы не вышли через сканер за пределы вокзала. Вот двухэтажная электричка с очень хорошим Wi-Fi. Это спринтер типичный. Вот. Ну вот. Мы как раз садились в эту... Это двухэтажка тоже. На Hyundai совсем не похожа. Нет, не похожа абсолютно. Я вам скажу честно, Hyundai намного хлипче, чем то, что я видел в Галате. Намного хлипче. Там все такое, ну, основательное. Не создается впечатление, что оно жестью обидит абсолютно. Опять инфраструктура пошла. Дороги... А, еще очень интересная вещь. Вот обратите внимание, справа от дороги это защитный экран. Защитный экран стоит на всем пути следования от города до города. С двух сторон. То есть, и вы едете, вы прекрасно понимаете, что никакое животное, никакой человек случайно не выскочит на дорогу. Высота экрана, ну, на глаз приблизительно метров пять. Он либо бетонный, либо из толстого порт стекла. Есть специальные проходы, закрытые двери для технических служб, для выхода на проезжую часть. Но они все закрыты. То есть, абсолютно полная безопасность как для пешеходов, для животных и для самих водителей. Поэтому скорость движения там очень высокая. Ну, вот там мы въезжали в Гарбу. Вот. Это развязки. Еще где-то бетонный забор я хотел вам показать. Вот еще инфраструктура. Это, знаете, как в американских фильмах показывают электрички и метро, которые ездят поверху. Вот если взять вот эту территорию, что вы увидите, от здания слева до справа проезжей части автомобиля. Вот это вот все по ширине есть еще вторая часть в обратном направлении. Причем здесь есть пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и проезжая часть для автомобиля. Представляете, какой там масштаб? Мы еще раз объясняли. Объясняли. Вот отсюда отсюда до отсюда снизу вот отсюда до отсюда есть еще такая же часть с той стороны по ширине. Вот эта проезжая часть, это пешеходная часть и вот эта часть вот тут не видно там металлические какие стоят скобы, велосипедная дорожка. Вот я сейчас дальше покажу. Еще метро светло ходит. И вот машины, вот одна машина, две проехали. Часпик наш. Одна-две машины проехали. Машин нет. Это Гага. Вот велосипеды стоят, та же самая сторона. Это мы сверху снимали проходящий метровайн. В Гаге? Да. Вот, честно говоря, не интересовался. Вот в Роттердаме велосипедная дорожка типичная. Вся велосипедная дорожка, которая сделана не на проезжей части, красного цвета, из красного асфальта. В Гаге 2 миллиона точно, то есть там 40 тысяч. Ну, я не интересовался. На заднем плане Саша печально это сменится стена просто из предпринимателей. Видно стоянка велосипедов. Еще одна очень интересная наблюдение. Асфальт, как правило, есть только на проезжей части. Все остальное это плитка. Во-первых, это экологично. Во-вторых, это вся плитка, которая у них используется, особенно на стоянках, она имеет в составе резиновую крошку. Поскольку климат в Голландии такой, что поздняя осень, ранняя весна и зима достаточно скользко. Хотя там особых морозов не бывает, но когда выпадает снег, то достаточно скользко, поэтому они беспокоятся о каждом гражданине. И поэтому у них практически вся плитка прорезинена. Практически вся. Стоянка возле станции Благ в Роттердаме. Станция Благ имеет три уровня. Верхний уровень это метролайн, средний уровень метро и самый нижний уровень это электричка. А что это за пирамиды какие-то? А это кубические дома в Роттердаме. Сейчас мы не дойдем. То есть вот велосипедная дорожка есть везде, буквально везде. Мы даже пытались где-то ее не найти. Но так не бывает. Есть везде велосипедная дорожка. Люди ездят просто утром на работу беремица велосипеда люди едут на работу. Станция имени меня. Вот тут четко видно в Гаге. Вот слева видите велосипедная дорожка она отделена от остальной части такими металлическими кругляшками вдоль. Вот это ширина одной стороны проезжей части. от зданий до автомобилей. Еще такой же кусок из другой стороны. Вот хорошо очень видно велосипедная дорожка слева. Стоянка бесплатная велосипедов возле центрального вокзала в Гаге. Ну приблизительно сказали там две с половиной тысячи велосипедов. Велосипедов очень много. Внутри комфортные электрички о которых мы говорили. Это которые двухэтажные? Двухэтажные. Мы заходили 3,20 от Роттердама до Гарни. В метролайне везде два. Два евро. Какое расстояние от Роттердама от Гарни? 40 или 30 80 . Как до милей. Не могу ошибаться сейчас у нас просто все было прописано расстояние черта не в порядок цифр понятия. значит чем нам больше всего понравились электрички и метролайны там бесплатный вайпай. Вот на самом деле Голландия страна и наверное Европа где халявы нету. То есть когда мы приходили в ресторан и просили код вайфая пароль вайфая и нас смотрели очень странно. Что это мы просили? Потом спрашивали туристы но туристы понятно. Значит у них везде пользование вайфаем если не с телефона платное 5 евро пожалуйста пользуйся вопросов нет. То же самое в отелях это мы привыкли что здесь в Украине мы заплатили в отеле у нас бесплатный вайфай бесплатный тренажерный зал там может быть еще спа-салон если дорогой отель там этого нету хотите вайфай доплачивайте хотите тренажерный зал доплачивайте на самом деле деньги для европейца небольшие 5 евро для нас это 5 гривен так это была инфраструктура поехали дальше на чем мы остановились инфраструктура по Гаге отдельно столица да кстати очень интересно чуть не забыл столица Амстердама но парламент находится все-таки в Гаге в резиденции короля значит забыл сказать Голландия большинство городов находится на уровне 4-6 метров ниже уровня поэтому вот Амстердам например где нам рассказывали мы посмотрим Герфард Амстердам во всей Голландии с первого класса школы детей учат плавать в одежде потому что выживание в них стоит на первом месте они прекрасно понимают и случаи у них такие были что если будет прорыв дамбы то главная задача населения будет выжить плыть в одежде до ближайшего свершенности либо здания поэтому этому уделяется отдельное внимание это у нас озеро возле Бенхофа Бенхоф это имя нарицательное и как я понимаю Бенхоф это дворик внутренний дворик Бенхоф это территория которая окружена была резиденциями например короля парламента еще какими-то зданиями административными и внутри она относительно пустая то есть там есть площадь как правило там фонтан находится ой это знаменитый бутерброд из селедки на самом деле туда входит только селедка слегка подсоленная несоленная очень много лука но на самом деле очень вкусно стоит бутерброд 2,60 сам напишу ну мы ели с удовольствием да я вот писал кто читал рассказы о том что чайки воруют селедку на самом деле это ложь потому что там селедку воруют чайки цапли и голуби если засевался мы кушаем над нами навес если выходишь из-под навеса сразу налетают чайки они уже знают они уже там пасутся и потом я покажу вам цаплю которую она воровала селедку мы попали в гарги на начало выставки это первый раз когда я увидел полицейских в гарги мы проходили мимо здания большого там было очень много народу полицейских когда мы задали вопрос у гида что происходит она сказала там сейчас будут выходить принцесса Голландии и Бельгии и идти открывать вот эту выставку и люди там стоят хотят увидеть принцессу там кто-то подойти поздороваться пообщаться и так далее выставка которую мы увидели очень необычная такая знаете современная скульптуры тоже такие достаточно необычные некоторые непонятные некоторые не скульптуры абсолютно но это выставлено на все общий показ абсолютно бесплатная штука ну это мы назвали летающей какашкой я не знаю это скульптура на самом деле вот вот кстати электромобиль стоял в центре Гаги заряжался просто от резетки никто не трогал не выдергивал резетку и все остальное абсолютно все демократично между прочим это происходило рядом вот если там сзади по правую руку видно там красненький навес вы видите козырь это магазин который называется Куба или Габана не помню может я его дальше найдет это магазин где еще во время войны Черчилль заказывал свои сигары настоящие гаванские сигары он до сих пор существует к сожалению у меня там в определенный момент садился фотоаппарат и у меня не сохранилось фото там мемориальная доска есть все как положено магазин дорогой туда люди по памяти о Черчилле ходят за сигарами значит в Гарге на многих перекрестках можно найти вот такие таблички с видом как этот перекресток выглядел там 10-20 лет назад очень интересная штука потому что когда вокруг тебя там небоскребы и сравнить то как это выглядело очень интересно для туристов очень познавательно там многие туристы останавливались сфотографировались посмотреть как это выглядело тогда да вот это типичный офисный центр это мы уже видели типичный офисный центр в котором может находиться в том числе министерство очень красиво везде в офисных центрах внутри есть специальные площадки для отдыха то есть они заранее спланированы вот так это тут уже пошел повтор это у нас ГААДА с повтор получается нет это не ГААДА а это я все я не понял мы перескакиваем немножко да вот селедка которую мы едим бутерброд из селедки а тут вот товарищи которые у нас пытались это отобрать цапля стоит возле двери и каждый час как нам объяснили работник кафе где ну палат где делают селедки должен вынести кинуть цапле селедочку чтобы она съела она с утра прилетает и целый день там стоит то есть это фактически постоянный посетитель вот вид на Бенков снаружи дальше будут фотографии внутри к сожалению мы попали уже когда тюльпаны цветали поэтому найти тюльпанные такие красивые клумбы было очень сложно мы несколько нашли но тем не менее вот сзади смотрите очень интересно сочетание архитектуры старинные здания некоторых некоторых 15 века и сзади на их фоне современные офисные центры некоторые стилизованы подстаринные здания вот здание с голубой наклонной крышей оно очень похоже немножко на здание старое древнее ну это вся наша группа кстати в Голландии было очень холодно мы приехали было днем 12-15 градусов но на самом деле многие голландцы ходят в футболках для них это нормальная температура мы говорили с ребятами которые нам читали лекции они сказали одну интересную вещь несколько лет назад у нас было стихийное бедствие было очень жарко мы переспросили жарко это сколько мы говорили 25 градусов это неимоверная температура при которой нам приходится очень тяжело то есть 25 градусов это уже извините для них очень жарко но тем не менее вот при этой температуре максимальная температура когда мы были было 18 когда выходило солнышко из-за туч люди сразу раздевались у нас градусов раздевались мы в Амстердаме видели несколько загорающих девушек почти в купальниках в это время года при этой температуре мысли своих зданий это кстати не музей не музейная ценность это торговый центр вот он выглядит именно так ну велосипеды мы уже видели типичная гаага она центральной части конечно же она отличается старинными зданиями сразу скажу вот если вы увидите красное здание чуть левее там у нее сверху чего-то торчит это лебедка для поднятия туда мебели поскольку в этих зданиях в принципе нету лифтов но туда как-то мебель нужно затаскивать площадь одного этажа здания мы в одном из них были составляет 20-30 квадратных метров всего на всего на этих 20-30 квадратных метров есть винтовая лестница еще плюс ко всему которая отбирает площадь все остальное это пространство для жизни чем обусловлена такая архитектура именно тем чтобы обезопасить людей от возможного наводнения то есть здание высокое и поэтому если вдруг начнется наводнение можно забраться там на 3-4 этаж и тем самым сохранить себе жизнь так вот здание все здания этих времен постройки имеют наклон обязательно наклон вперед это чтобы при подъеме лебедкой не цеплять мебелью стен и наклоны в любую другую сторону связаны с тем что сваи на которой строились эти здания они давно позгнили они все были деревянные поэтому многие дома на старинных улицах Амстердама и Гаги они держатся друг к другу вот так то есть если убрать одно оно может наклониться поэтому очень многие улочки на фото плохо видно но когда мы ходили видно что здания как бы облокотили друг на дружку но при этом люди там абсолютно нормально живут не беспокоятся о том что они могут упасть сочетание жилого района и офисной части вот с левой стороны вы видите это типичные жилые здания я их назвал хрущевками голландскими потому что они немножко напоминают наши хрущевки имеют этажность 4-6 этажей первый этаж это обязательно магазин либо помещение для бизнеса вся остальная часть жилая чем отличает жилое здание в Голландии от наших хрущевок огромные окна практически на всю стену кстати тоже нету лифта как и в наших хрущевках при этом лестница имеет достаточно крутой наклон то есть не так как у нас мы привыкли под 30 градусов а достаточно крутой 45 градусов может быть наклон это связано с тем чтобы сэкономить на площади если наклон ниже то естественно площадь которая отнимается на этаже становится больше вот здание опять в Гаге старинная извините что-то я старая часть очень часто старые части городов это пешеходные части где можно проехать только на велосипеде либо на скутере автомобилем туда есть есть только те которые привозят продукты в магазины рестораны либо технические службы уборка канализация и так далее вот на всех таких улицах стоят защитные такие штуки они убираются для технических служб они убираются это у нас музей часть архитектурной архитектурной ансамбля дворца короля то есть архитектура типичная католическая она заметна я такую архитектуру видел в риге очень похоже наша группа пошла вперед я решил сфотографировать вид милиции окна большие окна все большие высокие очень вот кстати полицейских которых я увидел издали специально сфотографировано то есть полицейских в Голландии видел за все время два раза не вру три сейчас третий покажу он есть на фото все остальное время никаких полицейских нет на площадях очень много подземных парковок причем многие подземные парковки были построены уже после в это время то есть в исторической части на площади может под ней быть парковка что позволяет избегать пробок голландцы очень любят собираться в кафе в разных они практически везде причем наиболее они загружены после обеда до обеда как правило никого нет но при этом можно пойти покушать первая половина дня как видим люди работают активно это площадь принца оранжевого почему принца оранжевого Вильгель по-моему его звали ему подарили подарили графство под названием оранж его дядя который умер был при смерти подарил ему это графство за то что новый владелец сделал существенный вклад в развитии этой провинции ему поставили памятник на заднем плане это бывшее министерство юстиции оно называлось не министерство департамент старинное здание относительно оно сейчас больше под офисами и там проводятся экскурсии справа если вы видите в просвет современное здание это здание парламента кстати очень интересная штука значит современная архитектура и древняя они очень хорошо сочетаются при этом голландцы абсолютно не считают запретным построить возле старого здания современное но при этом они сочетаются всегда как правило стена внутренняя нового здания может быть стеной наружной старой постройки причем они это место всегда оставляют чтобы было видно я сейчас покажу справа музей который был раньше варцон короля был построен по-моему в 16 веке могу ошибаться который практически не использовал построил специально в самом центре Гааки хотел там жить но не сложилось как мы видим это канал вся голландия прорита каналами для отвода воды потому что уровень очень высокий что очень интересное вот вы видите вот это здание вы видите самый нижний уровень окон он плохо виден но он есть вода подходит практически под нижний край окна при этом в самом здании еще два подземных этажа музея и при этом воды там нет абсолютно то есть каким образом они этого добиваются ну серьезно очень вот если вы видите слева кусочек стеклянный это лифт на два нижних этажа вот это здания называется ну там название из голландска очень тяжело произносить некоторые мариотинус или как-то вот так вот могу ошибаться произношение вот вот этот лифт который если видно спускаемся еще ниже этаж еще этаж и слева окошки вот под уровень окошек стоит вода то есть все остальное часть здания находится ниже уровня воды еще на два этажа и там таких мест очень много то есть практически везде это проход в Биенхо вот такие ворота на них изображен герб парламента как я понял и ну как его премьер-министра помню не все удалось запомнить конечно красиво очень красиво и есть это предыдущие ворота я показал это для проезда экипажами и это пешеходные ворота ну это с другого ракурса фотография Биенхо внутреннее здание вот мы когда зашли сразу увидели такое строение необычное мы сразу решили что это церковь какая-то католическая справа два флага это флаг Евросоюза и Голландии и вход в резиденцию премьер-министра на территории Биенхо вот слева здание которое мы приняли за церковь на самом деле оказалось не церковь внутри очень красиво все здания там 15-16 по-моему даже 14 века есть абсолютно пешеходная зона туда только заезжает на автомобиле премьер-министра больше никто вот видно вход в резиденцию премьер-министра и автомобиль он как раз выехал когда мы зашли большая территория в центре территории фонтан слева здание это старое здание парламента сейчас парламентом не используется используется службами разными потому что оно стало просто маленьким физически для того количества депутатов которые есть вот это здание оказалось на самом деле дворцом одного из помещиков но оно построено в стиле церкви но на самом деле это дворец оно не является культом абсолютно так сколько у нас еще полчаса даже меньше постараюсь быстро вот здание старое здание парламента возле него автомобили депутатов парламента во многих местах стоят вот такие старинные водонаполнительные краны они не используются давно потому что к сожалению вода которая течет уже давно не пить его переход в парламент непосредственно вот здесь есть фото вот это фото того здания что я сказал старый парламент справа это старая стена пристройка к ней была стеклянная абсолютно прозрачная и там можно походить и посмотреть на здание старинное которое было построено нижняя часть в 14-ом по-моему еще лет та же фотография с другой стороны это здание нового парламента Нидерланды ну вот та же фотография с дальнего расстояния очень прикольные таблички указатели все в других языках в голландском и английском поэтому заблудиться в Гаге практически невозможно да и в Амстердаме тоже мужик мы его назвали с прорастающей головой потому что у него на голове действительно растет трава как она там появилась не понятно это вы уже видели фотографии может какие-то вопросы есть чтобы я сразу перескочил экономика да экономика цены интересуют все интересуют цены больше интересуют бизнес как они живут смотрите задавали вопрос мне какой бизнес-условия бизнес-среда бизнес-среда вы можете заниматься бизнесом абсолютно нормально при этом понятие проверок мы задавали стандартный вопрос проверка что это такое объясните ну это когда приходит налоговид начинает проверять а зачем вы же говорит отчеты сдаете ну отчеты мы сдаем в электронном виде в электронном ну иногда же надо проверять а вдруг воруют или еще как ну у нас есть стандартная методика которая позволяет определить насколько честно ведется бизнес если вы не попадаете в притерии к вам придут с проверкой предварительно специально вас уведомят и попросят объяснить почему у вас такая ситуация при этом вы можете объяснить что у меня плохие дела там курс как оно евро евро стал там плохой курс по отношению времени поэтому у меня дела стали хуже это первое по целому я сразу же скажу по ценам потому что стереотип который я для себя сломал о том что Европа дорогая страна на самом деле Европа дешевая страна объясню почему первый же день мы пошли в кафе возле кубических домиков кстати до них не дошли я сейчас сколько это найду кубические домики и там была кафешка возле которой мы сели попить пиво вот нам принесли меню мы посмотрели на пиво и решили вот самое верхнее вот это пиво по 2,50 все девушка переспросила именно вот это по 2,50 именно это по 2,50 она нам прислала пиво именно по 2,50 мы его выпили и как вы думаете какой вкус у пива по 2,50 это было самое вкусное в жизни пиво которое стоило 65 гривен за бокал 200 граммов для нас через 3 дня мы зашли в ресторан взяли пиво уже по 3,50 и поняли что то пиво по 2,50 мы тогда поняли почему девушка переспросила именно это пиво именно это пиво вот объяснение по уровню доходов и цен очень простой представьте что вот сейчас вы живете в Голландии и та зарплата которая у вас есть это ваша зарплата там в Голландии без привязки к валюте а теперь цены бокал пива 3,50 сыр 9 гривен ну 9 килограмм клубника 2,50 килограмм что вам еще покушать в ресторане на двоих 50 евро там же важно образование медицина да смотрите высокая зарплата со старта дается работникам образования сразу потому что они беспокоятся о том что это будущее страны поэтому вы приходите работать у вас еще нет опыта вы получаете зарплату которая выше зарплаты в малом бизнесе но один очень маленький момент при этом зарплата в бизнесе растет вот так а зарплата в образовании растет вот так вы сразу со старта получаете очень хороший запас дохода и вы не беспокоитесь о том что вам нужно где-то дополнительно зарабатывать везде где возможно поставить кафе стоят кафе вот серьезно на вокзале мы шли пешеходный переход вдоль него везде кафе когда у нас говорят вот здесь кафе нельзя пожарное не проедет еще что-то там не проедет слушайте там кафе везде реально везде кафе и мы никогда не задумывались о том что где-то может быть по-другому кстати один очень интересный момент я сейчас постараюсь быстро найти это фото потому что оно очень характерно а есть пустующие помещения в центре в Роттердаме там где мы были значит вот эта улочка которая была к нашему отелю там было несколько пустых помещений когда мы спросили почему они пустые нам объяснили три по-моему нам объяснили что в этих помещениях просто делается ремонт но других помещений пустых мы не видели мы попали кстати на распродажу это было конец воскресенья в Роттердаме в торговом квартале там где все по 5 евро торговый центр мы подошли потому что что-то невероятное происходило задача такая зайти переодеться в одежду и вынести на себе вот это по 5 евро все и там была битва серьезная на это все можно было посмотреть со стороны как люди переодеваются реально местные местные да абсолютно они точно так же как и мы любят продажи поэтому у них с этим было как раз хорошо поэтому вот такие вот штуки значит что еще интересно архитектура очень интересно кстати вот нашел магазин имея себя что еще интересно давайте вы задавайте вопросы а вот образование насколько для них здоровое образование честно я вам честно скажу я не мог задавать вопросы просто было мало времени задавать конкретно по каким-то направлениям тогда по бизнесу по бизнесу по реальных возможностях бизнес сотрудничества вы говорили в начале можно подробнее им очень интересно сотрудничать голландским компаниям с харьковским ну с украинским а в каких сферах сферы это в первую очередь продажа сельскохозяйственной сельскохозяйственной продукции то есть то что они производят продукции сельскохозяйственной и техники в том числе продукции сельскохозяйственной в первую очередь потому что они понимают что эта продукция она используется спросом ну в первую очередь какая смотрите сыры все которые мы едим это молодые сыры у них молодые сыры кушают на завтрак, на апперики. У них есть понятие средних сыров, среднего возраста и старых сыров. Я когда был на рынке, то выбор сыров там невероятный. Я взял там старого сыра, которому больше 4 лет, среднего сыра, ну он на самом деле не такой дорогой, 12 евро килограмм. Но это продукт, который пользуется спросом. Другое дело, что масштаб цен, к сожалению, не позволяет нам покупать, но тем не менее, вот это интересно. Да, сельхозпродукция, сельхозтехника их тоже интересует. Вас никуда не возили на фирму? Нет, на фирму нас не возили, потому что у нас было... А на ветряки Вас возили? Ветряки, я просто, если показать все фотки, у меня полторы тысячи фоток. Ветряки стоят везде в той дороге, вот едешь, стоят ветряки. Энергосбережения у них на первом месте. Везде туалеты, туалетные комнаты на датчиков движения. Зашли, включился свет, вышли, выключился свет. Задавали вопрос по раздельному сбору мусора. У них все мусорные баки, три отверстия, стекло, пластик и все остальное. Бумага отдельно не сортируется. И это везде. Причем на самих вот этих мусорных баках кое-где было написано, что штраф за неправильную сортировку. Хотя я людей не видел. Значит, паркоматы стоят везде. Все парковки возле жилых зданий бесплатные. Все парковки в центрах города и в других местах, они платные. Стоят 50 центов 12 минут. Люди реально платят. Карточкой, наличкой платят. Ну, по безналу, не знаю, как они платят. Стоят паркоматы, вы подошли, заплатили, вылез чек, вы его положили на торпеду. И там, дело в том, что в паркомате еще вы забиваете номер машины. То есть информация о том, какая машина стоит, там забивается. Еще, мы видели ребят, которые приезжали и проверяли оплату парковки. Они ходили, у них сканер, они подходят к паркомату, сканируют, какие машины оплачены. Прошли по стоящим машинам и проверили, действительно ли у них оплата парковки есть. Все четко, все электрифицировано. То есть никаких жилых парковщиков, да? Нету жилых парковщиков, все парковки через паркоматы. Но проверяют, ходят. Ребята ходят, проверяют. Саша, хотелось спросить, в связи с тем, что сейчас такая ситуация в Украине, а при общении, когда вы говорили, что вы из Украины, хоть как-то это проявлялось, что люди интересуются и следят за этим? Ну, первое, сразу скажу, если вы говорите, что вы помогаете военным, вас не поймут. Потому что помощь военным, это вообще-то не принято. Это, скажем так, подсознательно, это поддержка войны. Военным никто не может помогать. Есть бюджет, есть Министерство обороны, которое должно полностью обеспечивать армию. Вот то, что у нас волонтеры занимаются помощью, ну, они не все понимают этого. Как говорят, у вас же есть Министерство обороны. Вы же налоги платите. Почему вы еще помогаете армию? Это первое. Второе, помощь ветеранам, да? Помощь раненых, да? Переселенцам, да? То есть, все это приветствуется, поддерживается. Мы практически не говорили на темы войны, потому что, ну, было достаточно мало времени. Но, когда у нас был в субботу последний ужин, пятницу, вернее, прощальный ужин, голландцы, они сказали... То есть, одна фраза показала их полное понимание и знание о ситуации в Украине. Они сказали, что мы в вас верим, держитесь, вы победите, мы вас поддерживаем. То есть, они четко обозначили, что они на вашей стороне. Вот. Но таких разговоров там о ситуации на Востоке Украины, ну, просто до них не доходило. Мы говорили о законодательстве больше всего. Ну, поддержка, конечно, агрегат. Но экономика сейчас у нас тоже стильно связана с ситуацией военную. Ну, это да. Это я согласен. Ну, кстати, фото интересное, которое мы сделали сразу, как только приехали в наш отель. Отель. Да, мы сразу заметили, это для нас был раздражитель. Мы пошли туда коллективно, проверили, что это действительно костроном. Еще тут дальше было кафе, где было написано на русском «Добро пожаловать». Со следующего дня флага там не висела. И все время, пока мы жили, флага не было. Причем мы не ходили, не говорили, но, видимо, молба пронеслась, что в отеле рядом живут украинцы. Кстати, очень показательный момент. Мы когда общались с барменом, пили пиво в отеле. Во-первых, они помнят Харьков, как штаб-квартиру, голландская сборная. Они просто «Харьков» — это все для них молодцы. И они говорят не «Харьков», а «Хакев». На украинской мове, по-моему, на украинской мове «Хакев». Я когда говорил «металлист», он «ох, Хакев». Все, он сразу на украинской мове. То есть, молодцы. Это так было приятно. Вот стоянка, кстати. Что поразило? Стоянка. Машина стоит четко в выделенном месте. Четко. Не за линией, не между линиями, не на дверь, не поперек, а четко. И момент, который убил совсем окончательно. Вот там, где были кубические домики, мы зашли внутренний дворик, причем он большой. Очень большой внутренний дворик. Такой, ну, не буду сравнить с площадью, меньше, конечно. И там, там была стоянка для машины. Одна. Прямоугольничек нарисован был абсолютно случайным образом под углом к заезду. Где-то не в центре, а так в стороне. И мы, когда зашли на площадь, и одна машина стояла. Четко в этом прямом уголе. Четко. Не возле подъезда, не на тротуаре, не там, где вам удобно. Она стояла именно здесь. То есть, у людей культура на таком высоком уровне, что не передать. Это ответ через Агрию Воландии, с Устиной Городовича. Там все-таки слышно? Там ситуация вот, все-таки, общественными проблемами занимается структурированное общество. То есть, общественная организация, бизнес-ассоциация. То есть, когда я сказал, что в бизнес-ассоциации 400 тысяч людей, 400 тысяч предпринимателей, и они не заморачиваются проблемами другими. Они знают, что есть бизнес-ассоциация, которая занимается ими правами, их правами. Так вот, эта бизнес-ассоциация, она конкретно защищает интересы этих 400 тысяч человек. Мужа, что ее заставляет друг друга? Межданское сознательное, законодательство? Или вопрос того, что вообще уровень развития населения? Почему эта ассоциация... Сразу все. Вы видели, какие суммы? Вы как на заниматься? Сразу все. Это первое. Второе. Все-таки предприниматель понимает, что он потеряет больше, если он не будет членом ассоциации. Для них это важно. Чем если он будет. Потому что бизнес-ассоциация дает намного больше ресурсов. Это консультации, это материальные ресурсы. Тебя всегда поддерживают. И все у тебя проблемы. У них культура. Цеха по профессиям у них уже сколько столетий? Декамент. Декамент. Конечно. Тут запушники, тут эти, тут эти. Да, вот смотрите, кстати. Офисный центр. Есть подъемник для колясочников. Справа это въезд в подземную парковку. Причем она начинается из-под ступенек. Вот слева видно ступеньки. Они прозрачные. Вот там стоянка уже пошла. Там внутри стоянка. Вы можете оставить там свой велосипед или автомобиль. Вот вход для пешеходов и велосипедистов. Туда же в подземную стоянку. По ступенькам поднялись, попали в офис. Кстати, еще очень интересная вещь. Это мы были в одном из итальянских ресторанов. Я пустился в туалет, в подвал. А там оказался он в винный поле. Что больше всего ударило по носам, что в туалете играет песнопение католическое. Не понимаешь, что там нужно делать. Реально было непонятно. Вот. Бутылка вина сказали очень дорогой. Что там на уровне 5000 евро. Но она пустая, уже кто-то выпил. Что еще? Пытаюсь найти фотографию вот эту, которую хотел вам показать. А, это вы печенье в магазине в Хострону снимали, да? Это не я, это Физбук. Физбук. А я думала, что в Хострону зашли с флапом. Очень быстро. Кстати, рынок. Помните наш сумской рынок? Новый? Который новый, да. В Роттердаме есть рынок очень похожий. Ну, по стилю. Он, конечно, намного круче. Вот. Потому что там внутри два этажа. Еще подземные три этажа, на самом деле. Где же это фото? Так. Хотел показать фото вон. Короче, что нас поразило. На входе во все офисные центры висят дефибрилляторы. Вот так у нас висят эти огнетушители, у них так висят дефибрилляторы. Мы задали вопрос, а почему? Они говорят, что... Ну, во-первых, опять же, они не понимали вопроса. Но, очень интересный момент. У них есть норма, что если в офисном центре там находится одновременно определенное количество людей, то должен быть дежурный дефибриллятор и должен быть человек, который отвечает за его использование. Потому что даже промедление там на пять минут помощи сердечнику может стоить человеку жизни. Поэтому первое, что делают, помогают человеку своими силами. Везде, где мы были в офисных центрах, сбор отходов возле кофе-машин организовывал отдельным образом. То есть стоят специальные баки для одноразовых стаканчиков. Вы туда ничего другое не запихнете, потому что там специальные тверстики под одноразовые стаканчики. Вот. Далее, очень интересный момент. Очереди возле кофе-машин создавали только мы. Люди работают реально. У них обед там в 12, они вышли обедом. Все остальное время украинцы создают очереди возле кофе-машин, чтобы попить кофе. Хотя кофе там, конечно, действительно очень хорошее, очень вкусное. Это я даже без галактики расскажу. Последние годы в Европе, ну, во-первых, они были помешаны на раздельном сборе отходов. Но в последние годы стало понятно, что 40-70% отходов не подлежат сортировке. Их все равно надо сжигать. Поэтому заводы, которые начали очень сильно много строить по сортировке, постепенно начали дополнять заводами для сжигания мусора. Получается, что вы должны сначала отсортировать, потом то, что осталось, сжечь. Многие маленькие города просто ставят мусоросжигательный завод, чтобы не тратить время и ресурсы на сортировку. К сожалению, это так и есть. Сортировка производится непосредственно при выкидывании мусора. Вот это первичная сортировка, которая потом, ну, особо дальше мы будем сортировать. Вот это отсортировали, пошло на переработку, остальное пошло на переработку. Пожалуйста, Саша. Скажите, экспертный совет, о котором мы сначала говорили, по какому критерию отбираются эксперты? И, соответственно, да, потому что мы как-то здесь престижи для экспертного советовета и прочего. По какому критерию формируется кадровый состав? Есть правление Октала, в которое входят представители экспертных структур. В экспертные структуры входят представители бизнес-ассоциаций и научно-исследовательские структуры, которые занимаются вопросами экономики и других вещей. То есть формирование структуры Октала не производится кабинетом министров. Есть правление, которое этим занимается. То есть представители бизнеса и представители ученого сообщества. То есть это элита, да? Это финансовая элита, предпринимательская и научная. Да, да. Таким образом, вот это элита и это не общество отсутствует. Директор Октала, с которым мы познакомились, работает там, по-моему, уже 10 лет бессменно. То есть ему доверили, но там работали, в принципе, бессменно. У них за это время уже третья волна идет по снижению административного давления. То есть поразительно, уже третья волна, 12 лет подряд, они занимаются снижением. На 25% каждые 4 года. То есть представляете, насколько... То есть они эффективны, поэтому очень престижны, да? Да, да. А дело в том, что... Это просто не воздействует. Да. Их программа деятельности расписана до 2017 года. Вот. Амстердам – город контрастов. Останусь специально остановлюсь, потому что вопросы будут. Кто-то знает, что это за памятник? Крутизанцы на проституте. Да. Это в центре Амстердама, возле, опять же, культового сооружения, возле церкви, стоит памятник проститутки, на котором написано «Люди, уважайте труд проститутов». Ну, там немножко по-другому написано, но суть такая. Значит, у них... Я, конечно, был поражен, может, я недослышан, но они сказали, что профсоюз этого рода труда составляет всего 8 тысяч человек. Причем в самом Амстердаме это не одна улица и не один квартал, а они вообще-то хаотично разбросаны по центру Амстердама. То есть на одной улице там кусочек этих заведений, на другой, на третьей. Но в центре услугами девушек с этого вольного поведения не пользуются местные. Они ходят в другое место, где те же услуги оказываются за большую плату, потому что эти улицы Красных Фонарей, где нас водили, они вообще-то больше рассчитаны на туристов, которые пришли по глазу. Фотографировать там нельзя, потому что выйдут разобьют фотоаппарат, это на каждой витрине написано, но девочки там стоят, стоимость 50 евро, 15 минут. Мы специально спрашивали, потому что просто интересно. Еще интересный момент. Это смарт-шоп, если кто знает, что это такое. То есть в Голландии разрешено употребление легких наркотиков. Это марихуана, это каннабис и другие наркотики, там галлюциногены, которые присутствуют на тебе в 3-бах. Есть кофе-шопы, где продают марихуану в виде курительных смесей и сигарет. И смарт-шопы, где можно купить, например, леденец или печенья, сушеные грибы или еще что-то такое. Ну, быть в Голландии, не зайти и посмотреть, конечно же, это такое дело. Ну, это фотографии с улицы Красных Фонарей. С самого улицу мы не могли фотографировать. Это открытые такие. Вот смарт-шоп, там видно леденцы в центре, зеленый. Ну, все зеленого цвета специально сделано. Приспособление для курения, для употребления этих смесей. Бульдог – это самая большая сеть кофе-шопов в Голландии. Очень распространена. Я вам скажу так, везде, где мы проходили возле бульдога, все уличные площадки, где есть столы и столики, они полностью заняты. Люди там сидят, курят. То есть курить там, в принципе, можно. Тоноплю, как в самих заведениях, так и возле них. Но, в принципе, мы видели людей, курящих в местах, именно отведенных для курения. То есть там культура эта. А какие лицо там людей сжимают, а злодо, наркотиками, и через него выражается вороной? Мы общались с голландцами. Каждый голландец хотя бы раз в жизни пробовал покурить, либо покушать грибу, либо пососать леденец. Вот я спрашиваю, ну... Ну, как ни странно, они... Абсолютно. Абсолютно. У них, как ни странно, проблемы с наркоманами намного меньше, чем у других стран. Но, тем не менее, они бледут, как говорится, свою честь. И если вы будете пытаться вывозить сигареты, либо грибы вне колландии, то вас тут же остановят. В Схипколе ходят специально обученные собачки на регистрации, которые отслеживают, что вы, не дай бог, не вывезли сигаретку. Потому что виновны будут... Не вы будете виновны, будет виновна Голландия. Голландия, да? В Схипколе ходят специально обученные собачки на регистрации? Да. Нет, овчарки. Овчарки не с панией, а овчарки. И, кстати, все сопровождающие это женщины были. Почему-то. Магазин, который продает семена конопли, самый дорогой набор семян, 10 штучек, 120 долларов. Написано семена имени этого известного гитариста. Хендрикса. Хендрикса, да, правильно. 120 долларов 10 штучек семена стоит. То есть там можно купить семена. И, в принципе, я не понимаю. Там садиться на лбу нельзя, выращивать. Там есть специальные отведенные места и хозяйство, которые этим занимаются. Но зачем-то их продают. Ну, зашли в смарт-шоп, нашли там печеньки с коноплей. Тоже интересно название сети кофешопов. Баба называется. Люди там сидят внутри. То есть там кофе нет. Там только покурить можно купить. И продают еще водичку. Саша, смотри. Ну, как бы понятно, что побывал в раю. Скажи, а за счет чего этот рай у них сложился? В твоем очереди, ты, наверное, задавался вопросом. Почему у них так? Почему у нас нет такого где-то в чем-то? Или у нас лучше воздух? Как это, я ощущал? В Украине в Харьере лучше, чем в Амстердаре? Нет, в Амстердаре лучше, чем в Украине. На самом деле, ведь действительно вопрос стоит в том, что бизнес, с которым мы общались, потому что там были представители бизнеса, они не могли ответить на новые вопросы, которые мы им задавали. Ну, как в случае, в декабре мы общались с израильтянами, ребята задавали вопрос, сколько страниц у вашего налогового кодекса. На что израильтян задавал вопрос, вам-то зачем это? То есть, я не знаю, вам-то зачем это? То есть, люди зарабатывают деньги, работают, они не заворачиваются на вопросах, которые не связаны с бизнесом, с отчетностью, с проверками, со взятками. У них взятки – это вообще штука серьезная, то есть за нее садят без разговоров. Вот, поэтому принцип, в первую очередь, думая о маленьких, там действует, то есть его прямо видно. Везде маленькие кафешки, улочки в центре, куда ты захочешь, мы заходим и хотим покушать элементарно. Выбор невероятный, просто невероятный. Люди там, кроме голландцев, ну, практически в каждом заведении, маленьком кафе, ресторанчике, есть люди с Восточной Европы. Как правило, это поляки. В трех ресторанах, где мы кушали, были обслуживающие персоналы, либо владельцы поляки. Они туда переехали еще в первой волне, и с первой волны они там находятся, работают, абсолютно нормально. Очень много русских, очень много русских, которые там работают, приехали работать перевозчиками, гидами, обслуживающим персоналом. Украинцы есть, много украинцев, в основном Киев был. То есть люди туда едут именно потому, что там созданы условия для того, чтобы начать бизнес. То есть для предприимчивого человека это рай. А почему там созданы условия? Вот именно потому, что все государственные механизмы заточены под то, чтобы создать вот этому человеку, который создает рабочие места, платит налоги. Вот такой зонтик, чтобы, как вот росточек маленький растет, вот пускай он растет, его никто не трогает. Его максимально освобождают от всех нагрузок, от административной нагрузки, которую снижают постоянно из года в год. И у них это государственная политика. У них было очень серьезные дебаты, когда не удалось выйти на уровень 25%. Кстати, Польша не вышла на 25% в 2008 году. Если я не ошибаюсь, Франция. По дирегуляции бизнеса? По снижению административной нагрузки. А как вы оцениваете перспективы этой программы вот у нас по снижению административной нагрузки? Вы вначале сказали, что вы хотите внедрить. Вы считаете, есть реальные шансы внедрить наш опыт? Да. Первое, у нас есть фактически группа людей, которые готовы это делать. Второе, нас этому обучили. Третье, голландцы, в принципе, готовы помочь и дальше. И что-то реально уже делается? Какие-то же... Ой, ну самое сложное, вы же знаете, это политичная воля. Есть такое слово. Самое вот политичная воля, да. Захотято, я уже сейчас занимаюсь тем, что объясняю людям, которые заказывают аппараты в кабинете министров. Потому что, ребята, вы посчитаете, в первую очередь, сколько суммарно денег в год будет тратить бизнес. Никто этого посчитать не может. Уже на пальцах мы посчитали, это минимум миллиард гривен в год. Этот миллиард гривен в год бизнес должен будет где-то взять. Либо повысить цены, тогда мы попадаем с вами под этот миллиард, мы ставим, можно платить. Либо забрать из налогов, то есть укрыть эту часть налогов. И бизнеса выхода другого нету, сейчас роста нету бешеного. Извините меня, мы сейчас заговорили о легализации проституции, но в таких условиях бизнесовых она не будет легальной. Кассовые аппараты, как она будет? Останется крышевание, если все это у нас украсть. Ну каким образом? Кассовый аппарат. А разрешение получить? Зарегистрироваться частным предпринимателем? А продлять его каждый год? Ну, в конюзер. А лицензер? А фактическая проверка? Фактическую проверку вы себе представляете? Ну да, имена, конечно. Давайте сначала создадим условия для бизнеса, потом поговорим о легализации проституции, марихуаны и так далее. Да, это в частности. Мне задавали вопрос по поводу легализации марихуаны, я вам скажу так, что вот лучше съездить в Голландию, потому что там эта культура давно культивируется и она сложилась, чем легализовывать ее здесь. Можно еще вопросы зашить? По структуре бизнеса, лидирующее положение занимает сферу услуг, что именно в экономической структуре? Ну, нам экономическую структуру не давали, но посмотрев, какой бизнес превалирует в городах, это вот как раз сфера услуг, сфера общественного питания. То есть на каждом углу там всякие рестораны. Я впервые в жизни не было времени зайти в ресторан китайский, мексиканский. Вот я сходил в Голландию, китайский, мексиканский ресторан. Понимаете? Но они же не кормят своего, а жена опять все не едет в Амстердам, да? Нет, нет, нет. По поводу вашего вопроса, почему не так у нас иначе? Смотрите, в общем, у них страны, у которых слабый ресурс, природный слабый, они очень эффективны экономически, потому что, знаете, когда большие ресурсы и классные, то ты открыл, ты открыл, ты открыл. Экономика, начиная, у нас начинается ресурс. Понимаете? И магниты это тот ресурс. Вот если формализировать многие страны, вот ресурсы, большинство из них очень низкие ресурсы природные. И они тогда максимально эффективны. Вот поверьте, как, вот, по-шему, я могу сказать, да? Есть средства, мы очень часто их как бы не экономно используем, когда их мало, очень эффективно используют эти средства. Поэтому, возможно, я не понимаю, я не абсолютизирую это, но тем не менее, этот момент присутствует. На самом деле, да. Вот в них существует портал малого и среднего бизнеса в Европейском Союзе, который занимается именно вопросами малого и среднего бизнеса. Администрация такая же, по типу портала, есть в США, например, где малый и средний бизнес занимает, ну, процентов 80, наверное, экономики. У нас нету структуры вот этой, даже по типу октала, потому что государственная регуляторная служба, она не выполняет эти функции, которому беспокоилось, в первую очередь, о малом и среднем бизнесе, которому было везде, приходило, любой закон шел бы сначала на утверждение, на экспертизу туда. Если закон не готов, все, развернули. Кассовые аппараты нет, подождите. Вы сначала подумайте, где люди возьмут деньги, потому что мы не против кассовых аппаратов как таковых. Мы объясняем, ребята, сейчас не время это делать. У людей нету возможности этих, нету ресурсов, вот именно сейчас. Давайте создадим сначала условия. Я, вот, честно говоря, я... Вас понимают, когда вы это говорите? Нет, не понимают, не говорят, это требование МВФ. И я представляю, приходит дядя МВФ и говорит, Арсений Петрович, у меня есть доллары, я могу вам их дать. Он говорит, окей, давайте, мы готовы взять. Нет, Арсений Петрович, понимаете, мы вам дадим эти 15 миллиардов, а вы их разворуете. Арсений Петрович говорит, а он скажите, как сделать, чтобы не разворовали? Он говорит, у вас там есть малый бизнес, 186 тысяч. Вот им надо поставить кассовые аппараты, иначе они эти 15 миллиардов развороты, понимаете? Ну это смешно. Это просто смешно. Ну, когда говорят, что МВФ требует это, ну я уверен, что там... Наверное, на МВФ требует легализацию проституции. Да, но сейчас эта тема топовая. Потому что вот сказали, надо легализовать, и все начали говорить об этом. Какая проституция? У нас нет условий для ведения бизнеса. От какой проституции? Легальной МВФ. Ну, лучше. Ну давайте вывеску на Верховной Раде поменяем сначала. Легализуем, но и все будет. Ну смотри, вот как бы наш человек ездил недалеко, но он тоже сказал, что как другая планета. Вот побывал на другой планете. Ты рассказал, как бы, по сути, как бы, как про другую планету. Вот. А вот мы хотим, очевидно, каким образом развивать сотрудничество. Не просто ездить туда, удивляться, возвращаться сюда. Вот. А как-то подтягиваться. Какие у нас существуют механизмы, не те, которые здесь, здесь понятно. Это все понятно. Вот. Армию спасать и так далее, мы все не делаем. Вот. А какие механизмы, благодаря которым мы можем их задействовать, потенциал для того, чтобы подтягивать, ну, подтягиваться. То есть не за ним, а за ним, а за ним, это понятно. А вот ты почувствовал там что-то, за что мы можем, как бы, их зацепить, чтобы они захотели что-то здесь делать, больше делать и так далее. То есть использовать их энергию для наших дневных целей. Да, вот, например, я задал вопрос, почему офиса Икориса нет в Украине. Они сказали, причем, перед этим они сказали, мы открываем офисы в развивающихся странах. Я говорю, подождите, а Украина не развивающаяся страна? А он говорит, ну, понимаете, как бы, вот мы об этом не думали. Я говорю, почему не думали? Ну, у вас там большая четверка зашла. Ну, большая четверка. Эрстон, Янг и прочие, ПВС. Вот. Потому что они работают в том же поле, но они не являются конкурентами. Они не являются компанией, которая вот распиарена. Вот так как большая четверка. И они говорят, что ваше правительство, ваши органы самопредавания работают с большой четверкой. Уже вас консультируют. Ну, есть корпоративная этика, мы не можем влезть туда. Но при этом, когда они сказали, мы задали вопрос, вот мы начнем внедрять эту программу, и нам нужна будет ваша помощь опять. Мы найдем теоретически донора, который нам поможет проплатить, пригласить вас сюда, чтобы вы тут приехали, проживали и помогали нам это внедрять. И они говорят, окей, мы готовы. И тогда они создадут тут офис, который будет именно работать с тем опытом, который у них есть. Они готовы ее передавать. Но пока что нету понимания. У нас такое впечатление, что те деньги, которые дали, нам говорят, ну, большая четверка, при всем уважении к ним. Это бабки, которые там большие, можно так дать большой четверке. Они сделают что-то бомбезное, мы скажем, ура, мы сделаем. А результат для бизнеса малого, никакой. Без, я еще раз, с уважением к большой четверке. Опыт, который мы увидели, он именно касается маленького бизнеса, не крупного. И вот его нужно сюда затягивать, чтобы он сюда приходил. Голландцы готовы, реально готовы. Они, ну я же, это выглядело вот так. Мы сидели, нам принесли вот так, положили. Вот там методика. Теперь мы обучаем, как ей пользоваться. Вот так пользоваться. Все, мы изучили, теперь нам нужно ее внедрить. Внедрить без закона, как это в Голландии, мы понимаем, что не получится. Потому что, ну, сопротивление системы будет невероятным. Но начать с сегодняшнего дня, говорить о том, что такая экспертиза всех законов должна быть. Необходимо, чтобы регуляторная служба, наконец-то, занялась этой экспертизой и контролировать. Чтобы регуляторную службу формировали в бизнес-ассоциации, а не кабинет министра. Пускай финансируют. Сделать вот такие же инструменты, как тут есть, сайты, форум бизнеса, answer for business, новое законодательство. Чтобы бизнес коммуницировал, а государство изучало, в чем проблема, где болит, что нужно лечить. И самый важный вопрос, который все это говорит, это консолидация бизнеса. Вы должны понимать, в какой бизнес-ассоциации находится ваш бизнес. Если вы не находитесь в бизнес-ассоциации, то вы не можете влиять на процессы по реформированию экономики. Это, в принципе, априори невозможно. Никто с вами, если вы не Фирташ, либо не Ахметов, говорить один на один не будет. А это значит, что ваши интересы учтены не будут. Поэтому 400 тысяч людей собрались, их опросили, их постоянно мониторят, знают, какие проблемы. И бизнес-ассоциация уже идет к премьер-министру и говорит, слушайте, вот 400 человек, у них болит правая рука. 400 тысяч. 400 тысяч. У них болит правая рука, ее надо лечить. Если вы не вылечите, вы же понимаете, что бюджет недополучит, и будут проблемы социально отражаться. И тогда это будет реально работать. Скажите, ваше мнение, просто как человека, сколько времени нужно нашему гражданскому обществу, чтобы это расти, в данном случае до голландского, хотя бы это более-менее? И реально ли это вообще? Гражданскому обществу, чтобы надавить? Нет, гражданскому обществу, чтобы созреть, чтобы у общества, у общества, хотя бы появились какие-то реальные позывы и желания. Мы вроде созрели, но это знаете, как в 4-м году, помните, произошла революция, потом все расселись по диванам, взяли попкорны и начали обсуждать. Ах ты, посмотри, как он Юлю там, а этот Зинченко, вот он такое сказал, а ты посмотри, коррупция опять. И вот так мы сидим на диване и обсуждаем, что там происходит. А на самом деле, извините, прогнали Януковича, надо на его место идти. Это же есть незрелость в нашей работе. Незрелость, да. То есть мы что-то сделали, не довели до конца, бросили. Надо додавливать до конца. Сформировать бизнес-ассоциаты, собирать бизнес. Он должен быть бизнес-ассоциат. Он должен приходить со своими проблемами. Он должен создать структуру бизнес-ассоциаций. Он же должен сам, сам, он даже не может сформировать проблему. А мы помогаем формировать проблему. Потому что нас это научили делать, да. Но мы с 2012 года обучаем свой персонал бизнес-ассоциаций, который готов работать на членов организации. Вот в чем дело. Но многие люди, а, либо не знают об этом, либо, б, ну, просто у нас нет культуры членов. Саша, тогда возникает проблему с другой. Может быть, надо еще смотреть, наверное, как люди создавали ассоциации вот этих условий, когда не было культуры. Практически же мы сейчас говорим о том, как использовать и учимся тому, где уже есть эта инфраструктура. Так, условно говоря, мы должны научиться сначала милиарировать землю, а потом уже там высаживать. Но мы все говорим о черноземе, как имен во благо. Ну, я помню. Дело в том, что мы этим занимаемся пять лет последних, я честно скажу. Я же понимаю, да. В том-то я делал, знаете, какие-то такие воробные вещи, знаешь, подробные инновации. Как-то так что-то сделать, найти у кого подсказку, уже раз, и вдруг все поменяться. Потому что так, если идти вот этим эксклюзивным путем, каждому найти, каждому достучаться, каждый там, это все понимал, думаю, но это же вечный партнер. Ну, прорывные вещи... Нам уже сказали, что через 200 мы соберем ассоциацию с 3000 человек. То есть прорывные вещи, например, которые мы делаем, это от вокосе компании против кассовых аппаратов. То есть, во-первых, это показывает людям, что есть все-таки структуры, которые заинтересованы в бизнесе, и которые защищают его интересы. И люди уже говорят, о, я сколько раз читал в группе, говорят, вот ассоциация частных аппаратов и в Харькове занимается. А есть ли такая организация в Одессе? Люди задаются уже вопросом. Начинают искать. Более того, у нас уже был вопрос, говорят, а вы не хотите там открыть ваше представительство в Полтаве? Ну, мы готовы, мы сейчас думаем об этом тоже. То есть, и мы готовы делиться опытом, мы готовы создавать структуры в других городах, мы готовы объединять бизнес, потому что, если нас, чем нас больше, тем сильнее к нам прислушиваться. Когда мы приходим, говорят, то, извините, у меня за спиной 50 тысяч, там и совсем по-другому говорят. В 2010 году, 16 ноября, когда на площадь вышло 20 тысяч, налоговым майданом, там был очень интересный момент. Я уходил в координационный совет, после 16 ноября, во-первых, 16 ноября, прямо тут же одному из активистов на телефон посла, позвонил Геннадий Адульфович, спросил, а что у вас там происходит? А он говорит, а мы против налогового кодекса протестуем. Он говорит, а вы не хотите толпой пройтись по Сумской горсовету? А он говорит, а зачем? Ну придите там, попросите что-то. Геннадий Адульфович, что у вас спросили? Был такой случай. Второе, через течение месяца с нами переговорили все. Обл.Дж. Администрация, департамент экономики, налоговая. То есть сразу все нас заметили. Сразу. Потому что поняли, что 20 тысяч на площади, это уже серьезно. С этим надо что-то делать. Вот. И если мы не будем показывать, что у нас сила, что у нас за спиной куча народа стоит, который нам делегировал эти права. Поэтому я когда прихожу, говорю, я не от себя говорю. Я не себе там чего-то пришел требовать. У меня за спиной есть члены ассоциации, плюс коалиция, плюс национальная платформа малого и среднего бизнеса, которая такой же спросит, но завтра не я приду один, а завтра придет тысяча сюда же. И они вынесут вам дверь ногой. Они как я зашел, постучался, посидел мирно поговорили. Они принесут дверь ногой и придут, спросят у вас уже тысяча человек. А что ты конкретно сделал? Покажи. И разговаривать будет по-другому. Уже совсем по-другому. А такая ассоциация не может быть инструментом, просто нам просто условно говоря, государством нету культуры, сотрудничества. Нашли бы, ну вот в этом взгляд, в Америке в 30-е годы и создавались и профсоюзы для того, чтобы эффективно заниматься. Это было бы нужно. Да, вот такая проблема была в 90-х, в начале 2000-х годов, когда многие ассоциации и профсоюзы вышли из советской среды, они занимались решением проблем усколкового лица. И некоторые сейчас известные бренды, они до сих пор решат эти, я не могу называть конкретно. Те ассоциации, которые появились в последние 6-7 лет, особенно после налогового Майдана, они были созданы снизу самими предпринимателями и они целенаправленно шли к тому, чтобы лоббировать интересы своих членов. Не мои личные, а именно интересы своих членов. Во-первых, в таких ассоциациях идет контроль общественный под самих членов организации. Они строятся по выборному принципу и там были жесткие контроли. То есть одно дело, там я старый советский какой-то лидер профсоюзный, ну все меня знают, у меня офис в центре Киева, там, ну у меня списочный состав 100 тысяч человек, хотя на самом деле нету никого. У меня там поступают какие-то членские износы, я сижу в Киеве красиво, у меня золотые пуговицы на пиджаке, я хожу общаюсь иногда с премьер-министром и картурую. Премьер-министр ссылается, вот я общаюсь с общественным, а, например, у меня каждый раз задают вопросы, чем занимается ассоциация, мы выкладываем ежегодно публичный отчет о своей деятельности, то есть все, что мы сделали за год, за какие ресурсы мы это сделали, кто наши партнеры были и так далее. А нет никаких грантов на развитие этих ассоциаций? Есть. Вы не мониторили? Ну мы получаем периодические гранты, они называются ваучер, на обучение персонала ассоциаций. А вот именно на развитие ассоциаций? На развитие... Гранты не дают на развитие ассоциаций, гранты дают на реализацию каких-то проектов. Если этот проект связан с тем, что он повысит узнаваемость ассоциаций, то это вторичный эффект. Ассоциации все должны финансироваться, их деятельность за счет членских взносов. Гранты – это инструменты. То есть за критические цифры нужно дойти. Получается, ты сам осуществил проблему. У нас большая проблема, потому что бизнес у нас не консолентирован. Соответственно, когда он консолентирован, понятное дело, это уже самоподерживающая структура. Но пока он не может быть таким, нужны какие-то так называемые сидмани. То есть, по сути, это как бизнес, ты не можешь содержать, условно говоря, ресторан, пока у тебя не появилось какое-то количество клиентов. А для этого тебе нужны какие-то деньги, для того, чтобы привлечь этих клиентов. А ты никогда нет денег, чтобы привлекать их клиентов, а потом ты сидишь пустой. Ну, то есть, условно говоря, так же и здесь. Да, ну, мы когда создавали ассоциацию, у нас со старта была группа людей, которые со своего кармана финансировали ее развитие. Ну, так это думало сейчас, например, что группу или трое второе количество реально, но нужно что-то, я просто... Нужно, нужно, да. У нас проблема о чем? Почему люди не идут в бизнес-ассоциацию? Они не верят в бизнес-ассоциацию. Второе, кто-то обжегся вот в таких ассоциациях, которые решали свои личные проблемы. И третье, это люди, которые вообще не знают о существовании таких организаций. Такие тоже есть. Поэтому наша задача, у нас коммуникационная политика, как можно широкая, мы стараемся пиариться там в соцсетях, на телевидении, всеми возможными инструментами, чтобы нас знали, хотя нам этого тоже не хватает. Мы пытаемся запускать сетевые системы, когда член ассоциации приводит член ассоциации, своего знакомого в ассоциацию. То есть потому что он здесь побыл, он понял, что это хорошо, он приходит уже на своем языке, своими словами, своему знакомому рассказывает, почему это хорошо, почему он должен быть там. Поэтому и чем больше членов ассоциации, тем вот эта сеть становится шире. И, конечно же, в этом случае у нас появляются ресурсы, которые позволяют проводить более уже системную работу в этом направлении. Ну и, естественно, гранты. Гранты мы берем на то, чтобы создать инструменты, которые позволяют развиваться в ассоциации. Еще будут вопросы? И будут. Да, давай. Александр, вы нарисовали такое идеальное пряничное королевство. Да. И в то же время там все хорошо живут. При уровне пассионалности ну, наверное, равно нулю. Мы же здесь не то, что пассионарим, а все фантанируем идеи. Но то ли у нас вектор направленный в разные стороны, вот ведь не надо ничего придумывать, а, как сказал Олег Симко, как-то, а давайте наймем переводчиков и будем просто переводить ихние законы. Так нету закона. Может попросили. Нету нас закона. Ну, хотя бы так. Десять правил, двадцать, сто. Нет, ну сто, наверное, и много. Ну вот. Даже не надо ничего придумывать. Вот нам продиктовали. И через два года будет. Стронист? Стронист? Будем сидеть в креслах и мещанами стать. Так нелюбимыми всеми делу. Ну, всеми семейцам стать этими мещанами. Сначала надо выгнать тех, кто крестов. Да нет, они сами по себе. Да, не нужны. У нас все поздравшие на самом деле. Что на самом деле? говорить, дайте мне власть, а сволочь ее стану сам. Ну, да. Поэтому вот без контроля общества, это и будет продолжаться. Поэтому я всегда говорю, нужно, во-первых, самим идти во власть, толкать во власть людей наших, вот, работать системно. И самое интересное, это вот ставить вот эти распорки, когда говорят, у нас окно возможностей закрывается. Вот, еще месяц и все. Я говорю, не, надо поставить распорочку. Когда стоишь распорочкой, уже обратно его пути нет. Вот, и что такое распорочка? Например, по коррупции. Почему у нас сейчас так выросли взятки, еще больше, чем приятные коричи? Люди понимают уже, что это последний шанс. Больше этого не будет. И с одной стороны плохо, что выросли взятки, а с другой стороны я понимаю, что наконец-то до них дошло. Что сейчас еще какое-то время можно хапать, а потом уже все. И они сейчас пытаются нахопать побольше, чтобы уже потом их посадили или они убьют отсюда. А скорее всего не успеют убежать. И уже возможности воровать не будет. Народ уже это понимает. Вот это распорочка, что гражданское общество понимает, что оно устало от коррупции. Но больше видеть его не хочет. Многие люди принципиально уже не дают взяток. Вот принципиально. я не дам взятки. Я буду биться об эту стену, регистрировать или еще что-то делать. Но я взятки не дам. Поэтому тут я всегда советую, вы не только не давайте взятки, вы еще к нам приходите, мы еще подскажем, каким образом можно сделать так, чтобы сделать быстрее то, что вы хотите сделать, без взятки. вот такие вот дела. Ну что, мы будем, наверное, заканчивать это. Я тогда хочу презентовать призы. Ну, самые интересные вопросы я, наверное, не выделю, особенные вопросы. Наибольших вопросов задавала вот в первом ряду магнитик с тюльпанами из Голландии. Спасибо. Кате я хочу подарить отдельный подарок за вопрос особенный где-то про ситуацию на Востоке. У меня есть обувь. Что есть? Обувь. У меня есть обувь. А молодому человеку вот эксклюзив, который задал вопрос по марихуане. Это карта кофешоку смартшоку в Токстердар. Поздравляю. Все, спасибо большое за то, что это есть. Да. Какие-то контакты? Наши контакты? Да. Я вам знаю. У нас контакты всегда с собой. Вот, можете взять английский, на русском языке. Спасибо. Приходите в ассоциацию. У нас интересно, мы работаем реально. О нас можно почитать везде. Бога у нас знает. Меня ищите в Фейсбуке Саша Чумак. Вот. Задавайте вопросы. Мы готовы сотрудничать и работать. в Фейсбуке. в Фейсбуке. Продолжение следует...